Здравствуйте! В эфире телеканала Обнинск ТВ, программа «Власть». В студии для вас работает Ильхам Нигматуллин. Сегодняшний эфир посвящен итогам работы администрации города Обнинска за первое полугодие, планам на второе полугодие, а также наиболее актуальным на сегодняшний день вопросам. Мой собеседник сегодня – глава администрации города Обнинска Владислав Валерьевич Шапша. Александр Валерьевич, добрый вечер! Добрый вечер, Ильхам Нигматуллин. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы вновь рады вас видеть в студии программы «Власть». Да, давно я у вас не был. Ну, перед тем, как мы начнем, я напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, звоните по телефону в Обнинске 44-33-2. Также у нас сегодня проходит традиционный интерактивный опрос. Вопрос сегодня звучит так. Будете ли вы отмечать день города? Если да, звоните по телефону 427-11, если нет – 45-1-45. Ну что ж, Илья Савалевич, прошло первое полугодие, уже можно подводить итоги. Как вот, на ваш взгляд, прошли первые полгода в этом году? Довольны ли вы результатами работы? Ну, если говорить о чиновниках, вообще чиновники, мне кажется, точно уж любят подводить итоги. Уж не знаю, как оценивают эту работу жители города, но, тем не менее, давайте порассуждаем. Порассуждаем на самую больную для жителей города тему, на тему клинической больницы номер 8. И если на полгода всего лишь назад отнестись, то можно вспомнить, что самой главной проблемой и самым больным вопросом для города – это была работа скорой помощи. Так, что же изменилось? В конце года оставалось на весь город 2-3 бригады. Это, конечно, не сходило со страниц средств массовой информации, этим пестрелили социальные сети, интернет. И нам все-таки удалось найти выход. Я признателен руководству нынешнему клинической больнице и, конечно же, работникам самой скорой помощи. Мы сделали определенные доплаты, постарались людей замотивировать. И на сегодняшний день у нас работает уже 5-6 бригад в городе. Это та нормативная численность, которой достаточна для того, чтобы обеспечить прибытие своевременное на место, доставку пациентов в больницу. И отправку даже в Калугу, в Москву, если это требуется. А было, по-моему, 2-3 бригады? 2-3 бригады. Это было очень тяжело. Огромная проблема. Огромная проблема. Потому что, знаете, можно по-разному относиться к своему здоровью. Но когда возникает ситуация, когда человек становится перед выбором, жизнь или смерть, и дома люди не знают, что делать. Набираешь скорую, она едет час. Это, конечно, совершенно недопустимо было. Еще раз повторюсь, я признателен врачам, которые вернулись на работу в нашу скорую помощь, те, кто пришли впервые работать. И руководство клинической больницы за то, что услышали жителей города, услышали нас. И помогли нам решить вместе эту проблему. Но этих 6 бригад в полной мере хватит для того, чтобы... Их достаточно, да. На самом деле, есть разные рассуждения. Знаете, вот цифры такую приводят. 10 машин. Машину на 10 тысяч должна быть, да, автомобиль. Но на самом деле так и есть. По нормативам автомобиль должен быть на 10 тысяч населения. У нас автомобилей как раз там 13 или 14 скорой помощи есть. Но автомобиль не бригада. Автомобиль не может работать постоянно. Его нужно обслуживать, его нужно ремонтировать. Поэтому автомобили 14, а бригад 6. Понятно. Ну, а это единственный позитивный итог уходящего полугодия. И есть что-то, что еще можно... Ну, на самом деле, это просто самая больная тема была. Самая больная тема была, конечно. Больная тема, да. Результатов много. Они есть и большие, и маленькие. Вот была проблема у нас с детским стационаром. Решили, восстановили круглосуточную работу этого стационара. Более того, договорились с нашим агентством, федеральным медико-биологическим, нашим, я имею в виду, российским, о том, что в адрес клинической больницы придет и высокотехнологичная помощь. Приобрели соответствующее оборудование. Сейчас речь идет о выделении дополнительных 200 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации в адрес агентства и, соответственно, в адрес города для приобретения ангиографа и организации в Обнинске полноценного сосудистого центра. А это проблема номер один сегодня в обеспечении помощи, необходимой для тех, у кого проблемы с сердцем или сосудами, инфаркты, инсульты. Есть золотой час, и мы должны оказать эту помощь в это максимально короткое время. К сожалению, в Обнинске сегодня такой возможности нет. Она должна появиться в этом году. Понятно. Но есть и другие вещи. Есть ремонты дорог, тротуаров. Как раз я хотел перейти к ремонту дорог, потому что сейчас многие автомобилисты, я в том числе замечаю, что идет полномасштабная работа по ремонту дорог. В этом совсем недавно была выделена рекордная сумма на ремонт городских дорог. Да, 140 миллионов рублей. Откуда появились эти средства? Это деньги по федеральной программе безопасной и качественной дороги. Это национальный проект, который реализуют сегодня в Российской Федерации. Проект, который позволяет не только в Обнинске, но и во многих городах России довести качество дорог до 75-80% нормативных, высокого качества дорог. В Обнинске на сегодняшний день это действительно беспрецедентная сумма. Мы стараемся из года в год эти ремонты производить. Но вот те 10 дорог, которые мы выбрали и которые участвуют сегодня в этой программе, это Королева, Гагарина, Ленина, там участок большой, Кутузова и многие-многие другие, они не ремонтировались, вообще говоря, с 2006-2007 год. Вот представьте себе, выхаживали. Та же Королева, по которой многие задавались вопросом, а стоит ли так вот ее снимать, менять бордюры, вообще дорога выходила 2,5 нормативных срока, 13 лет отработала. Так что, если бы мы это не сделали в этом году, я думаю, что в следующем году мы бы уже скакали весной по ямам и ухабам там. Мы эти работы ведем сейчас активно. Определенные неудобства, конечно, жители испытали в результате того, что подрядчик не так быстро, как хотелось бы, начал укладывать финишный слой. Ну и причины понятны. С одной стороны, конечно, все хотят там где-то сэкономить свои деньги и сначала все сфрезеровать одним заходом, потом начать везде укладывать асфальт. Но тут были объективные причины. Асфальт, который подрядчик нам представил в укладке, он нас не устраивал по качеству. И мы предложили найти другого поставщика, подрядчик это сделал. Сегодня тот асфальт, который привезли, он соответствует по всем требованиям, и в том числе и по температурным требованиям для укладки качественного слоя асфальта. Но посмотрим. Мы не верим на слово. В данном случае будут инструментальные измерения. Мы пригласим лабораторию, которая будет забирать керны и проверять их на плотность, на качество, на толщину асфальта. Кстати, такие замеры уже были по улице Кутузова. Это первая улица, которая была сделана в этом году. И они были неудовлетворительны. Именно поэтому мы заставили подрядчика переделать за свой счет покрытие. Так что контроль очень жесткий. Мы таким образом продемонстрировали свою готовность и принципиальность в этом вопросе. Доводить дело до конца. Я напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 44-33-2. Также сейчас у нас в ВКонтакте, в нашей группе Обнинск онлайн идет прямая трансляция, где вы также можете задать вопрос нашему гостю. Давайте постараемся на них ответить. Ну, в продолжении темы. Сейчас продолжается реализация программы создания комфортной городской среды. Как обстоят дела с ремонтом общественных территорий и дворов? Вот еще один национальный проект. Видите, у нас второй раз уже сегодня тема заходит об этих серьезных вещах. И очень важно, что это не разовый всплеск. Эта программа уже продлевается не первый год. В данном случае у нас реализуется один проект. Это продолжение реконструкции наведения порядка в Гурьянском лесу. Всем уже понравившиеся дорожки, они будут продолжены еще полтора километра в этом году. Радиальная дорога будет там проложена, тропинка. Будет установлено освещение на имеющейся уже существующей детской площадке, видеонаблюдение во избежание вандализма. И там на сэкономленные средства еще умудрятся поставить какие-то урны, лавочки, дополнительные ворота. По-моему, там даже и оцепят немного поле имеющееся там футбольное. Так что посмотрим, там будет здорово, интересно. Есть три двора, которые вошли у нас в программу. Это продолжение уже другой истории совершенно. Мы видим, начиная с улицы Ленина, с улицы Победы, с улицы Курчатова. Есть хороший положительный опыт, но как медаль всегда обе две стороны. Есть, опять же, проблемы с качеством, иногда проблемы с вандализмом. Но есть и другая сторона медали. Маркс-63 настолько полюбилась нашей молодежи, что теперь уже жители не знают, как их оттуда выгнать. Потому что мешают спать, мешают своей активностью какой-то излишней. Мы стараемся с полицией этот порядок навести. Какие-то результаты есть, люди это отмечают. Но, тем не менее, видите, как где-то ночью на площадке никого нет, там хулиганят, а где-то мешают спать жителям. Тоже издержки. Я думаю, что золотая середина тоже должна быть, мы ее должны найти. Но в трех дворах в городе Обнинске появятся прекрасные площадки, будет комплексная работа по асфальтированию, по созданию парковочных мест, по созданию освещения и детских спортивных площадок. Так что работа ведется, я думаю, что результаты мы не заставим себя ждать. К сентябрю увидим. Я хочу попросить наших телезрителей, которые пишут вопросы в группе ВКонтакте, в нашей прямой трансляции, допустим, если какие-то проблемы, то есть конкретика, адрес, пожалуйста, да, вот, пишут, сделать освещение во дворах и по поводу спила деревьев тоже, то есть конкретно адрес какой, правильно, да, то, что вы представляете? Ну, на самом деле, да, потому что такой вопрос, плачу налоги, где дороги, он, конечно, красивый, но совершенно безадресный. Я хочу сказать по поводу освещения сразу, если вдруг у людей есть такое желание, они не знают, например, или забыли о программе, которая в городе Обнинске действует уже третий год. Это программа муниципальная, и она предлагает жильцам дворов, которые хотят, не дожидаясь очереди вхождения в федеральную программу, установить освещение в своих дворах, обратиться в муниципалитет, собрать подписи жильцов домов, и мы бесплатно за счет муниципалитета установим светильники над подъездами, светильники современные, энергоэффективные, светодиодные, которые прекрасно будут освещать территорию перед подъездом и дорожку, и часть двора. Но условие одно, мы эти светильники установим и передадим вам, жильцам, на содержание. Это недорого, по опыту это обходится порядка 5-10 рублей в месяц с квартиры, но это быстро, это доступно, и этим уже воспользовались не один десяток дворов в городе Обнинске. Информация, наверное, для совета домов, чтобы они... Для любых активистов, вы знаете, к нам не только старшие по домам приходят, вот есть просто человек, вот хочет, да, идет, обходит соседей, собирает эти подписи, приходит, проявляет активность и получает результат. Вопрос пришел еще ВКонтакте у нас по поводу дороги в микрорайоне Молодежном. Что происходит с дорогой в микрорайоне Молодежном? Ну, микрорайон Молодежный, это все-таки Боровский район. Это Боровский район, поэтому, да, это вопрос немножко не по адресу. Перейдем к следующему вопросу вплотную, это капитальному ремонту улицы Лейпунского. Что планируется сделать в этом году? Улица Лейпунского, ее по-другому называют воротами в город. Вот сколько я живу в Обнинске, да, и сколько работаю уже в администрации в разном качестве. Всегда это было недосягаемой мечтой и желанием сделать все-таки въезд в город, вход в город, основную такую визитную карточку для людей, которые приезжают в Обнинск, улицу Лейпунского. Наконец мы к этой идее подобрались вплотную. Мы провели большой конкурс, публичный конкурс, в котором участвовало более 10 различных проектов. Эти проекты были вынесены на обсуждение, и один из проектов стал победителем. И проект оказался, кстати говоря, в Обнинской компании. Хотя конкурс был слепой, и никто не знал, какая именно компания представила тот или иной проект, они были под номерами. Так вот, Обнинская компания выиграла этот конкурс, и мы уже запроектировали реальную рабочую документацию по реконструкции в 2 стадии. В 2 года, я думаю, мы это реализуем, улица Лейпунского. Первая стадия уже отыграна, 11 числа у нас завершаются торги. Они уже завершились, уже есть подрядчик. 11 числа, прошу прощения, мы подписываем контракт уже, и подрядчик выходит на строительство. Так что 12 числа примерно там появится забор, который огораживает строительную площадку, придется потерпеть некоторые неудобства. Нам предстоит огромный объем работ, стоимость проекта там под 90 миллионов рублей. Постараемся, конечно, как-то это сэкономить в результате торгов, но пока так, по прошедшей экспертизе документации. И в этом году мы меняем все коммуникации, потому что делать какую-то красоту ландшафтную, сверху сажать деревья, менять плитку, не поменяв трубы электросети и все, что находится под землей, это было бы как минимум неразумно. И раскопки проводить, конечно, там не хотелось бы в ближайшие 10 лет. Мы эту работу начнем в этом году, все коммуникации будут поменены, и в следующем году уже начнутся украшательства. Фонтаны, ландшафт, деревья, какие-то элементы, которые предусмотрены в проекте, удобные для людей. Постараемся сделать классно. А к нам поступают вопросы в очень таком активном режиме. Один из них, будут ли повышать тарифы на услуги ЖКХ в этом полугодии наступающем? Вы знаете, только в пределах тех нормативов, которые предусмотрены правительством. Никаких особых повышений, отдельных по городу Обнинску, не планируется, это точно. Еще один вопрос. Будут ли ремонтировать тротуар перед зданием пенсионного фонда? Мы ремонтируем тротуары по всему городу, вы это видите. Где-то они пришли в совершенно паническое состояние. Например, тротуар вдоль улицы Горького, он ремонтировался, наверное, последние лет 40. И сегодня это прекрасная дорога, по которой уже ходят люди на работу, и просто прогуливаются, и мамы с колясками, и люди видят это и действительно ценят. Мы в этом году отремонтировали тротуар напротив здания полиции. На улице Курчатова был ремонт, на улице в Старом городе, повторюсь, еще будет ремонт, там не на одном тротуаре, я даже не буду их перечислять, их много на самом деле, достаточно тротуаров. Отремонтируем и напротив пенсионного фонда обязательно. Но главный тротуар, большой самый, который мы в этом году должны успеть отремонтировать, с бордюрами, как у нас часто говорят, с бордюрами или без бордюров, с бордюрами, в асфальтовом исполнении, это тротуар, который ведет от Дома ученых в сторону Олимпа. Сейчас работы там вести мы не можем, потому что там ведут раскопки наши теплоснабжения, там пять компенсаторов пересекает этот тротуар, конечно, надо их сначала было поменять для того, чтобы не разрушать потом с таким трудом сделанную работу. Сейчас эти раскопки уже заканчиваются, работа на финише, и после этого мы отыгрываем конкурс и строим тротуар в сторону Олимпа, долгожданный, о котором много лет мы говорили. И еще один замечательный тротуар, который мы делаем на Маркса, от поворота примыкания в сторону Ленина и до музея. Там тоже комплексное благоустройство, не только тротуар, но и пропеты, которые, к сожалению, обрушились уже, в силу ветхости мы их снесли, где-то мы их превратим в лавочки, а где-то просто в бордюр и газон. Владислав Валерьевич, вот прямо сейчас, может быть, не вопрос, а такое обращение между Марксом, Маркса 49 и Дом для дома, нужно срочно сделать тротуар, люди ходят по дороге. Вот такое обращение. Маркса 49, Дом для дома. Я понял, да, этот участок, люди ходят по дороге. Но там тротуар в таком сложном состоянии, посмотрим. Давайте. Если в этом году у нас плане он не вошел, войдет в следующем году. Отлично. Переходим к следующей теме. Когда, по вашей информации, начнется реконструкция Киевского шоссе в пределах города? Точно не раньше следующего года. Сейчас предварительно у нас есть информация о том, что на следующий год такие работы запланированы, но вот буквально в четверг совещание состоится в Калуге под руководством губернатора с представителями компании «Автодор», «Автодор», на которой будет дополнительная информация о сроках, в том числе начала этих работ. Но вы видите, что работы уже начаты по возведению надземных пешеходных тротуаров. У нас их будет 4 или 5 на территории города Оминского. Два из них уже начинает строиться. Будут ли возникать какие-то неудобства для горожан? Вы знаете, с трудом представляю ремонт в квартире, который бы не вызвал неудобства у проживающих в этой квартире людей. Главное их минимизировать. В данном случае главная задача, конечно, их минимизировать. И в первую очередь это построить надземные пешеходные переходы, построить ракадные дороги вдоль будущей реконструированной Киевской трассы. И тогда мы с вами не почувствуем тех проблем, которые есть. Но, тем не менее, у нас будет реконструироваться северный въезд. И это тоже определенная нагрузка на трафик. Надо готовиться к некоторым неудобствам, которые те, кто путешествует в Москву, их испытывают регулярно, как только видят какой-нибудь ремонт на том или ином участке. Время бежит. Давайте перейдем к следующему вопросу, Александр Валерий Валерий Саваревич. В Обнинске реализуется пилотный проект по раздельному сбору мусора и его утилизации. Как организуется эта работа? Если брать эту проблему глобально, то надо понимать прекрасно, что без организации раздельного сбора мусора мы проблему мусора не только в Обнинске, но и в нашей стране не решим точно. Потому что, если даже самый современный перерабатывающий комплекс, в том числе который в городе Обнинске строится, на одном из предприятий частных, будет пытаться выбирать полезные фракции из существующего массива, это 15% максимум. При раздельном сборе до 80% полезного в толь сырья можно отобрать. И вот посмотрите, в прошлом году в конце поставили уже 30 баков для сбора стекла, и за эти месяцы 500 тонн стекла собрана жителями города, всего лишь в этих 30 баках. Всего у нас 60 баков стоит, там пластик собирают, собирают картон, но это первые шаги, которые мы сделали. Конечно, мы в этом году уже сделаем следующие шаги, задача весь город полностью перевести на раздельный сбор мусора в ближайшее время. И я хочу еще раз обратиться к людям, к жителям нашего города, это единственный способ нам с вами в конечном итоге избавиться от тех свалок, которые нас окружают. Вот мы смотрим на полигон Тимошовский, да, это было много возмущений справедливых по поводу его работы, но смотрите, вот у нас стоит задача с вами и у оператора, который мы ему четко поставили, не позднее начала лета, то есть 1 июня следующего года, закрыть полигон для приема отходов в том виде, в котором это происходит. И только возникает один вопрос, а куда нам дальше это возить с вами мусор? Что делать с городом мусором? Что делать? Мы его производим с вами с завидной регулярностью. Единственный способ на сегодняшний день, поскольку ни один полигон в Калужской области не готов принимать наш мусор, это строительство маленькой карты дополнительной к существующему полигону для того, чтобы до тех пор, пока не построится завод по переработке мусора на территории Калужской области, свозить туда наши отходы. Но если мы хотим, чтобы эта карта не причиняла неудобства нам, если мы хотим, чтобы там не росли горы на этом месте, а у нас, кстати, возможности такой не будет, мы, конечно, должны собирать мусор раздельно, чтобы только часть этого мусора привозить и закоранить на этой карте, ту часть, которую невозможно использовать повторно, а максимально выбирать и все это использовать. А заводов у нас, поверьте, хватает по переработке PET и по переработке пленки и картона, и стекла достаточно мощностей. Только давай. Поэтому это наша с вами ответственность, в том числе, уважаемые жители Обинска. Вопрос у нас в ВКонтакте как раз на эту тему прозвучал от Полины Синицкой. Как планируется решать проблемы с экологией города? Да, по поводу мусорного полигона сейчас ответ прозвучал. И вот, в частности, также по поводу реки Протвы. По поводу полигона, кстати, добавлю, никакого завода по переработке мусора там не было и не будет. Для тех, кто сомневается, потому что такие слухи тоже ходят, что мы якобы собираемся построить там завод или оператор собирается построить там завод. Никакого завода там не будет. Там и собираются пока строить вот эту сортировку, Вернее, не строить, а улучшать ту, которая есть, которую построил город Обник в свое время. Не более того, никаких дополнительных заводов там быть не может. А что касается реки Протвы, вы знаете, вопрос очень животрепещущий. Ведь она много-много лет уже, в детстве я еще там купался. Ну да, но это я точно знаю лично. А сейчас там желание купаться нет, там песок есть, конечно, но все это затянуто каким-то илом, тиной, ряской и прочими вещами, и бактериологические анализы тоже не дают каких-то хороших результатов. Хоть в химии вроде бы сейчас все в порядке, вот после того отравления массового мора, сейчас этой проблемы нет на месте там, но хотелось бы купаться, и поэтому мы должны очень тщательно следить вместе с жителями за качеством источных вод. Вот однажды мы такой проект реализовали по контролю за состоянием нашего воздуха. Мы договорились с нашим научно-производственным предприятием «Тайфун», и на нашей метеомачте, на территории, где располагается метеомачта, расположена станция стационарная, которая в онлайн-режиме измеряет состояние нашей окружающей среды по ряду параметров. И все это мы регулярно, все эти данные агрегированные, размещаем на сайте администрации города. Там есть раздел экологический, любой житель может прийти и увидеть, сколько у нас СО в воздухе, сколько у нас диоксина в воздухе. Больше это ПДК, меньше это ПДК, в какой день какие показатели были. Все это видно. Так вот, чтобы ни у кого не возникало сомнений по качеству воды, я предложил и предлагаю нашему предприятию «Водоканал» заключить соглашение с «Тайфуном». Я думаю, у «Тайфуна» такие возможности найдутся. И онлайн-мониторинг состояния, сбрасываем их нами в вод, производить, чтобы люди видели, каково это состояние по химическим различным примесям. Я думаю, что это будет и хороший контроль для нашего предприятия, и нормальный общественный контроль со стороны жителей города за этим состоянием. Что касается тех мощностей, которые есть выше по течению, на которые мы напрямую повлиять не можем, например, Ермолинские очистные, которые на самом деле и вносят такой самый значительный вклад на сегодняшний день в загрязнение реки, то там планируется реконструкция, об этом говорил губернатор. Я думаю, что после всех этих событий уж точно никто оттягиваться этим не будет, и мы получим нормальное качество сбрасываем их в вод и в Ермолино. И это снимет вообще все проблемы и вопросы, которые есть на сегодняшний день в качестве воды в реке. К нам поступает очень много вопросов у нас ВКонтакте, а также по звонкам. Остается буквально три минуты до кончания программы, поэтому мы не успеем сегодня, конечно, в эфире прямом их обсудить, но тем не менее ваши вопросы мы передадим после эфира обязательно Владиславу Валерьевичу. Еще один вопрос. Мы обязательно на сайте ответим или в социальных сетях. Смотрите в Фейсбуке, ВКонтакте, на страничке администрации. Обязательно ответим на эти вопросы. Еще один такой животрепещущий вопрос. Это ближайшее такое радостное событие, праздничное. Это день рождения города Огнинска. Что будет интересного в этом году, если это вкратце? Вот, знаете, хочется все время чем-то удивить горожан. Но вообще говоря, день города – это праздник традиционный, как день рождения. Мы с вами все равно его как-то празднуем в кругу семьи, с близкими, с друзьями, по вполне понятному сценарию. Хотя, конечно, находятся и оригинальные способы отметить свой день рождения, наверное. Но все-таки город – вещь традиционная, и мы не будем здесь лукавить. Мы, конечно же, программу, которая у нас обкатана, хорошо опробована, постараемся повторить в хорошем качестве. Это и город мастеров. Это, безусловно, шествие красочное. Это, конечно, хороший концерт, который будет на площади, и который организует у нас Оргсинтез. К тому же им в этом году 20 лет. Вот они такой подарок делают и городу, и себе. И, конечно, все это завершится красивым, красочным салютом. Но у нас будут и спортивные мероприятия, у нас будет… Атомный марафон традиционный. Да, атомный марафон, и в том числе и ваш покорный услуга побежит. Правда, хотел на 21, но чувствую, что, наверное, не осиливаю этот раз, побегу на 7. Но, тем не менее, всех приглашаем. Приходите, будут массовые забеги на очень доступной дистанции, там, по-моему, километры три для детей. И для всех будет возможность попробовать свои силы. Ну и вместе повеселиться и провести время. Будет спектакль на Морозовской даче, там, Демидов, да, традиционно. Это место оживляет. И спасибо всем, кто это делает. И всем-всем, на самом деле, участникам спасибо огромное. А горожан я бы хотел поздравить, может быть, да, вот с наступающим праздником. Пожелать в этот день хорошей погоды, хорошего настроения, хорошего здоровья. И на позитиве провести этот замечательный день. Вместе с семьей, вместе с друзьями, вместе с нашим любимым городом. И финале нашей программы. Посмотрим на наш интерактивный опрос. Большинство тех телезрителей, которые проголосовали, 123, пойдут, конечно же, на праздничные мероприятия и будут отмечать День города. Приходите, мы вас ждем. Спасибо большое за такие интересные ответы на наши вопросы. До следующей встречи в студии программы «Власть» на телеканале «Обненск ТВ». Смотрите нас каждый вторник и четверг, 18.30. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова